Большую часть реформ теперь предстоит обеспечить законодательно, а это значит, что политический сезон у парламентариев будет насыщенным. Сегодня на первом пленарном заседании Мажелиса, второй сессии, палата определила сроки подготовки заключений на новые законопроекты, поступившие в Мажелис. Всего их 17. Кроме того, мажелесмены согласовали к кандидатуру Ербола Карашукеева на должность министра сельского хозяйства. Впрочем, главное в повестке дня законодателей – третье обращение Токаева к народу. Айгуля Монтаева пообщалась с депутатами и выяснила, какие новые проекты законов стоит ждать. День знаний стал богатым на новости. Каникулы закончились не только у школьников, за парты парламентские вернулись депутаты. Обязательный дресс-код, как и прежде, маски. Осеннюю сессию традиционно открыл президент посланием. Парламент уже теперь предстоит законодательно обеспечить инициативы главы государства. Президент страны Касамжемарт Кемельевич Тухаев в своем послании представил стране масштабный и конкретный план дальнейших реформ, направленных прежде всего на социально-экономическое развитие Казахстана после пандемии. Большой блок задач поставлен для повышения эффективности системы здравоохранения, качества образования, совершенствования региональной политики. В приоритете также улучшение бюджетно-финансовой системы, продолжение политической модернизации страны. Все эти поручения задают четкий вектор и для законотворческой работы парламента в предстоящий период. И нам, депутатам Мажелиса, необходимо качественно и оперативно создать прочную законодательную базу для системной модернизации страны, намеченной в послании президента Казахстана. Политический сезон открыт на фоне беспрецедентного повышения цен и уровня инфляции. Вместе с прочими антикризисными в дело должны включиться меры социальные. Экономический эффект со знаком плюс, по мнению президента, может дать повышение минимальной заработной платы. Депутаты предлагают пойти дальше и закрепить подобный рецепт лечения экономики на законодательном уровне. Это очень хорошо, потому что даст мультипликативный эффект для всей экономики. Я думаю, что от разовых каких-то акций мы должны все-таки дальше идти уже более к системным мерам. На законодательном уровне необходимо закрепить, что каждый год должна минимальная заработная плата в Казахстане расти на определенный процентный уровень. Потому что уровень инфляции, как раз так, как сегодня президент говорил, он съел многие доходы, которые вроде как в рамках прошлого послания были направлены на увеличение доходов наших граждан. Я считаю, что решение по повышению заработной платы до 60 тысяч, по стимулированию повышения заработной платы наемных работников, по снижению нагрузки на фонд заработной платы – это очень хорошее решение. Государство не должно помогать банкирам, казна не резинова, и оборот госденег в стране будет определен специальными правилами, решает президент. Депутаты его внимательно слушают, а позже откровенничают с прессой. Решение назрело давно, тем более, что на деле банки второго уровня, получая господдержку, помогают не всем. Например, сельским предпринимателям поделилась наблюдениями депутат фракции Ахжол Дания Испаева. Она же уверена, контролировать нужно не только поток госсредств, но и те, что расходует квази-госсектор. Тем более, что глава государства не в восторге от их работы. У нас сегодня транспортный национальный фонд достигнет 3 триллионов деньгер. При этом поступление однозначно ниже. То есть мы проедаем свой национальный фонд. Необходимо контролировать не только те государственные деньги, которые проходят через бюджет, но и деньги квази-сектора. Потому что квази-сектор в конечном итоге, в любом случае, это деньги, которые поступают также из бюджета. Президент в своем послании высказал критику в адрес квази-сектора о том, что многие предприятия, относящие к квази-госсектору несколько лет подряд, имеют убытки, но при этом ответственность руководители не несут. Пенсионную реформу Тукаева большинство казахстанцев называют успешной. Своей будущей пенсией воспользовались около миллиона человек. Есть фидбэк, есть реакция. Впрочем, депутаты уверены, в слышащем государстве таки строится работа. Правда, связь должна быть обоюдной, говорит Нурутановец Унжакова. Хватит все время кивать на то, что кто-то должен прийти и кто-то что-то должен сделать. Вот я взрослый человек, я несу ответственность за свою жизнь, возможности для занятости. Сейчас вот даже президент говорил о том, что мы будем занятость развивать, мы будем создавать условия, чтобы заработную плату людям платили в чистую. Но для того, чтобы эти процессы двигались быстрее, те же, например, про союзы должны сейчас подключиться, да, те же общественные советы должны подключиться. То есть люди должны что-то тоже для этого делать, а не просто сидеть и ждать, когда придет этот светлый день. Озабочена проблемами отечественной фармацевтики депутат Нурмамбетова. Президент указал на подготовку всей системы здравоохранения к переходу на регулярную вакцинацию. Должна быть создана национальная система прогнозирования биобезопасности страны. А для нее нужен отдельный закон. Всего 17% лекарственных средств – это отечественного производства. Поэтому, наверное, и стоят лекарства дорого, потому что они в основном завозятся из-за рубежа. Когда будет поставлен уровень качественного лекарственного производства в нашей стране, соответственно, это и повлияет на цены лекарств и доступность. Сейчас в законодательном портфеле мажористменов почти 50 законопроектов. И это не включая новые поручения Касамжумарта Токаева в послании и тех, что в текущем порядке инициирует Кабмин. Работы, как и прежде, много. Депутаты планируют рассмотреть проекты законов по развитию ветеринарии, АПК, улучшению экологии и развитии безопасной атомной энергетики. Кроме того, мажористмены планируют принять поправки в бюджетные законодательства по внедрению блочного бюджета. Там статьи предусмотрят повышение ответственности администраторов госпрограмм. Впрочем, для парламентариев приоритетом останется, как и прежде, качественная работа с гражданами. Айгуля Монтаева, Даурин Журхабаев. Итоги дня.